Наверное, многие люди могут считать, что эпоха игр по фильмам завершилась на седьмом поколении консолей, и всё лишь потому, что вероятнее всего разработка игр подорожала в целом, и делать копеечные игры по фильмам не вариант. Да, игры по фильмам всегда были копеечными и создавались ради поднятия бабла франшизы. Но и после эпохи Xbox 360 и PlayStation 3, игры по фильмам спокойно выходили, только не в таком масштабе и количестве. Из последних могу отметить Evil Dead is a Game, основанный на франшизе Зловещих Мертвецов, Fast and Furious Crossroads, Terminator Resistance, Aliens Dark Descent и другие. Так вот, для чего я вообще завёл этот разговор про игры, сделанные по фильмам? А всё потому, что я наскрёб для вас 7 игр по фильмам, которые выйдут в ближайшем будущем, и даже парочка из них уже в этом году. Ну, формально сегодня я поведу о 8 играх, просто выйдет 2 игры по одной франшизе, и я их соединил как бы. Единственное, я буду придерживаться двух критериев, по которым я составлял эту подборку. А именно здесь не будет игр по мультфильмам, так как это уже другой разговор, и игр по фильмам Звёздных Войн. Да, вселенная Star Wars зародилась именно в фильмах, но сейчас же она больше, чем просто киношная франшиза, да и игр по ней выйдет море, о которых я уже рассказывал. И пусть как бы на сегодня видео немного устарело, ссылку на него найдёте в подсказке вверху. Всем привет, с вами снова я, Motion Blur, и я представляю вашему вниманию 7 самых ожидаемых игр по фильмам, которые стоят вашего внимания. А перед тем, как я начну, с вас лайк и подписка. Поехали! Игры я буду расставлять в порядке их выхода, начиная с тайтла, выходящих в этом году, заканчивая играми без объявленной даты выхода. Начнём с игры по франшизе «Техасская резня бензопилой», которая так и называется «Техасская резня бензопилой». Игра основана на фильме 1974 года. Оригинал не смотрел, но перезапуск 21 или 22 года я чекнул, и мне понравилось. В игре нужно будет взять на себя роль одного из членов семьи Слоттер или их жертв. Жертва должна использовать ум и скрытность, чтобы привести к возможной свободе, а игроки Семи Слоттер должны найти, выследить и не дать своим гостям сбежать. Игра разрабатывается в Sumo Digital, известная Sackboy Epic Adventure и серии Forza Motorsport, а издаётся Gun Interactive. Что же до графики, то она хорошая, ничего сверхъестественного не вижу, просто хорошая современная картинка. Игра выйдет 18 августа 2023 года на ПК в Steam, на PS4 и PS5, и на Xbox One и Xbox Series X, где в день релиза попадёт сразу в подписку Game Pass. Сразу после выхода «Техасской резни» в сентябре выйдет ещё одна игра по старой культовой франшизе, только не жанра хоррор, а уже экшен. Речь идёт о Robocop Rogu City, основанной на трилогии Robocop. Я смотрел только первую часть, вторую и третью я мельком глазел по телеку. Но лучше бы я их посмотрел, чем перезапуск 2014 года, который полный кринж. Что же до игры, то это будет шутер от первого лица, в котором в роли Robocop'а предстоит разбираться с преступниками, обезвреживать бомбы, искать улики и проводить допросы. Поэтому выбор игрока может определить судьбу граждан и исход миссии. Действие игры будет также проходить в Детройте, как и в оригинале. Разработчиком выступает Теон, известная Рэмбо The Game и Терминатор Дезистанс, а издателем выступает Након. Окунуться в роль легендарного робота-полицейского можно уже будет в сентябре этого года, на PlayStation 5, Xbox Series X и на ПК в Steam и Epic Game Store. Аватар Frontiers of Pandora Будущий проект от Ubisoft во вселенной Джеймса Кэмерона – Аватар. По сюжету мы берем под свой контроль гуманоида из расы Нави, который отправится в ранее неизведанные регионы Пандоры, где мы должны уничтожить злых человеков. Геймплейно, судя по всему, нас ждет Far Cry в космосе, а графически – игра с третьей PlayStation, а в худшем случае со второй. Я дилогию Аватара не смотрел, хоть и хотел когда-то. Поэтому игру я вообще не жду, да и не ждал бы, если бы посмотрел фильмы. Разработчиком выступает Massive, известная дилогия The Division, ну а издатели, естественно, Ubisoft. Отправиться на Пандору можно будет уже 7 декабря 23 года на PlayStation 5, Xbox Series X и на ПК через Ubisoft Connect и Epic Game Store. Данная игруля по Терминатору основана на вселенной Темных Судеб, где идет противостояние между человеком и сетью интеллектуальных машин Легион. Как вы видите, игра у нас жанра стратегия, и поэтому может зайти как не только фанатам фильмов, но и любителям Dawn of War и Edge of Empires. Я же не люблю стратегии, хотя всегда хотел приобщиться к этому жанру. В игре предстоит участвовать в битвах, в которых можно создавать реалистичный набор тактических последствий. Кроме пехоты, игра предлагает бронированную технику, дронов и летающих юнитов. Возможно, будет также игра по сети. Игру разрабатывает, выпускает Slytherin Ltd. на ПК в Стиме. Изначально ее вроде делала Saber Interactive, но из-за одних событий игру отдали другой студии, и теперь она выйдет только к концу этого года. Кроме этой игры по Терминатору, выйдет Терминатор Survival Project от Nacon, в которой события происходят между вторым фильмом и созданием сопротивления Джона Коннора. Эта игра будет на выживание, первая в своем роде, для франшизы Железного Арни. Кроме тизера трейлера, ничего нет. Когда выйдет, неизвестно, и куда она выйдет тоже. Студия Soros вместе с 20 веком Fox выпустят однопользовательский хоррор во вселенной Чужих. У Сеги уже была изоляция, и поэтому интересно посмотреть, что выйдет и из этой игры. Кроме постера, по игре ничего не известно. Есть, конечно, инфа, что игру делают на пятом Анриле, а сюжет развернется между первым и вторым фильмом. Очень жду больше новостей геймплея. Когда выйдет игра, непонятно, а выйдет она, судя по всему, на современные платформы, а также посетит и VR. В 2021 году Machine Games, известная серия Wolfenstein, анонсировала вместе с Bethesda игру про Индиана Джонса. Исполнительным продюсером выступит Тодд Говард, однако больше подробностей по игре нет. На данный момент, кроме тизера и инфы про то, что игра станет эксклюзивом Xbox и ПК, ничего нет. Очень интересно посмотреть, что выйдет из этой игры, хоть я и не особый фанат Индианы. Изначально я думал, что она выйдет аккурат к фильму, но как бы не так, и теперь вообще непонятно, когда игра увидит свет. Ну и последняя игра, и самое мною ожидаемое, о которой пойдет речь, будет про британского агента Джеймса Бонда. И да, речь идет о Project 007 от EO Interactive. Последняя игра про Бонда выходила аж в 2012 году, и поэтому многие, как и я, соскучились по его игровым приключениям. Игра будет с видом от третьего лица, и главный герой будет наделен своей особой внешностью. То есть игра будет про совершенно другого Бонда, и не будет использовать лица Крейга, Брослана, Коннери и других Бондов. Project 007 от создателей Хитмана, судя по всему, выйдет не раньше 25-го года, поэтому и платформы, где она будет выходить, тоже неизвестны. Надеюсь, ожидания будут оправданы, и игра выйдет топовой. А на этом все. Если вам понравилось видео, и вы еще не поставили лайк, то поставьте подпишитесь, если не хотите пропустить видео о будущих играх вселенной Марвел, которых выйдет в будущем немало. Обязательно напишите в комментариях, какую игру из представленных вы ждете больше всего. Ну а с вами был снова я, Мошен Блёр, и я размываюсь, но не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok